Привет, друзья! Это очередной выпуск новостей, из которого вы узнаете о самых интересных событиях из автомобильного мира, которые произошли за последнюю неделю. У Бугатти нет денег на выпуск собственного кроссовера. Именно такую причину указал руководитель французского бренда Стефан Винкельман в недавнем интервью. Самое интересное, что прототип внедорожного Бугатти оказывается уже давным-давно готов, и его даже показывали некоторым потенциальным покупателям и топ-менеджерам Volkswagen, которые остались в восторге от увиденного. Но, как я уже сказал ранее, проект не получил пока зеленый свет из-за финансовых трудностей. Но если такое произойдет и в Бугатти пойдут на этот шаг, то трехдверный кроссовер, да, именно трехдверный, получит либо гибридную, либо полностью электрическую и силовую установку, о чем мы говорили уже в недавнем видео. Помимо кроссовера, мистер Винкельман также ответил на вопрос, будет ли ввязываться французский производитель в гонку скоростей, которую ему пытаются навязать шведы из Кёнигсек. На что глава ответил довольно уклончиво, что все возможно. А также добавил, что у Бугатти есть техническая база для постройки хардкорной версии Chiron, который сумел бы разогнаться до 500 км в час. Но все упирается в производители покрышек, которые должны разработать резину, способную выдержать такую скорость. Mercedes-AMG Project One придется подождать еще два года. Связано это с тем, что специалисты подразделения столкнулись с непредвиденными сложностями, которые заключаются в адаптации формульного силового агрегата для эксплуатации на дорогах общего пользования. Если выразиться более дословно, то инженеры недооценили всю серьезность поставленной задачи. Плюс ко всему, палки в колеса ставит и обновленная процедура измерения расхода топлива, что еще больше усложняет реализацию данного проекта. В связи с таким положением дел, ждать выхода гибридного гиперкара стоит не ранее 2021 года. Именно тогда первые автомобили поступят к своим владельцам. Напомню, что по предварительным данным, в движение гиперкар приводит гибридная силовая установка, состоящая из 1,6-литровой V-образной шестерки, которая напрямую перекочевала сюда из заводского болида Формулы-1 и двух электромоторов, по одному на каждое переднее колесо. Из интересного, суммарная отдача всей установки составляет около 1 тысячи лошадиных сил. Красная зона у силового агрегата начинается на отметке в 11 тысяч оборотов в минуту, а холостой ход составляет 4 тысячи оборотов в минуту. Но самое любопытное то, что инженерам компании удалось добиться просто невероятного показателя теплового КПД, который составляет 43%. Для сравнения, у серийного 4-литрового V8 этот показатель равен 25%. Всего в Mercedes планируют выпустить 275 таких автомобилей. Audi готовится к разработке преемника R8, который, по слухам, должен стать полностью электрическим. Следующее поколение легендарной двухдверки должно выйти лишь в 2024 году, и в компании не видят смысла зацикливаться на бензиновом агрегате, который к тому времени может стать невостребованным, о чем сообщил руководитель компании Bram Schott на ежегодном собрании акционеров. Тем не менее, окончательное решение пока так и не было принято. Но судя из слухов, которые предоставило автомобильное издание Car, немцы ведут переговоры с хорватским производителем электрокаров Rimac, который, по слухам, будет поставлять батареи и электродвигатели для будущей двухдверки. Но на этом работа хорватов не ограничится. В Rimac также разработают четырехмоторную силовую установку для будущего спорткара. Предполагается, что суммарная мощность составит 950 сил, а разгон от 0 до 100 займет 2,5 секунды. Кстати, Audi не единственная, с кем планируют сотрудничать хорваты. У Rimac есть также несколько проектов с Bugatti, Lamborghini и Porsche. А учитывая, что последняя владеет 10% акций хорватского бренда, то такими темпами Volkswagen вскоре выкупит производителя электрокаров, что будет очень выгодным вложением. Фанаты Porsche, отмечайте 4 сентября красным. Именно тогда немецкий производитель планирует провести международную премьеру своего первого электрокара, который должен все изменить. По слухам, четырехдверка получит силовую установку в 600 сил и сможет набирать первую сотню за 3,5 секунды. А аккумулятора емкостью в 90 кВт-часов будет достаточно, чтобы проехать на одном заряде 500 км. Автомобиль также будет поддерживать так называемую быструю зарядку, которая позволит восполнить 80% заряда батареи всего за 15 минут, чего должно хватить еще на 400 км пути. Из особенностей новинка получит революционную систему охлаждения батарей, работа которой была продемонстрирована на одном из аэродромов Германии, где тестовый Taycan разогнали от 0 до 200 км в час 26 раз подряд, чтобы убедиться, что электрокар способен даже в таких суровых условиях выдавать максимум производительности. Время разгона до 200 км в час составило в среднем менее 10 секунд, с погрешностью 0,8 секунды. Температура воздуха во время теста составляла 28 градусов по Цельсию. Porsche также заявили, что новый электрокар может стать самой популярной моделью компании. Уже сейчас на новинку оформлено более 30 тысяч предзаказов, что свидетельствует о высоком спросе. Цена на новинку в Германии будет колебаться от 86 до 104 тысяч долларов. Что ж, друзья, у меня на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Удачи! Продолжение следует...